Учитель – это человек, дающий ребенку путевку в жизнь, поэтому труд педагогов, безусловно, невозможно переоценить. На протяжении последних нескольких лет лучшие учителя за достижения в педагогической деятельности, победы в профессиональных конкурсах, награждались премией в размере 200 тысяч рублей. Губернаторам Кубани было принято решение поощрить и педагогов, подготовивших стобальников. Четыре славянских учителя, ученики которых сдали ЕГЭ на наивысший бал, уже получили по 100 тысяч рублей. В Славянском районе также решили отметить талантливых педагогов и их учеников. С этого года введена система премии и грантовой поддержки школьников и учителей. О том, кто будет получать муниципальные премии, нам рассказала начальник управления образования Елена Щурова. У нас этот год очень знаменательный. С 2022 года на территории района внедрена система премирования и грантовой поддержки одаренных детей и педагогов. Это так называемая премия нашего главы муниципального образования Славянский район. Мы сейчас разрабатываем положение, но уже четко можем сказать, что те педагоги и дети, которые добиваются высоких результатов на уровне муниципалитета, а в дальнейшем представляют наш район на уровне края и Российской Федерации, им будет выделяться разовая премия главы и вручаться в торжественной обстановке. На территории края утверждена премия губернатора Краснодарского края. Этого премию в этом году у нас получили 4 ребенка. Наша премия, премия муниципальная, это отдельная поддержка от главы района. И это абсолютно другие деньги, которые выделяются из средств местного бюджета. Ранжируется сумма выделенных средств нами, управлением образования по согласованию с главой. И, безусловно, эта сумма варьируется от 10 до 50 тысяч рублей. В частности, руководитель образовательной организации, который занял первое место в муниципальном конкурсе «Директор года» и будет представлять наш район на территории Краснодарского края, будет получать премию в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Мы сейчас рассматриваем разные ранжи с точки зрения суммы, но деньги-то будут немаленькие, будут очень хорошие подспорья. Мы сейчас закончили муниципальный этап конкурса «Учитель года». У нас и «Воспитатель года» в том числе. У нас сейчас победители есть. Есть победитель «Учителя года» в основной номинации и «Воспитатель года» в основной номинации. И есть пять претендентов в номинациях. Педагогический дебют, учитель здоровья. И это та категория учителей, которая в рамках муниципального конкурса завоевала первые места, также выезжает на край. И это те люди, которые также будут премированы. Если говорить о грантах и стипендиях, стипендий мы рассматриваем на следующий год, в этом году в рамках данного постановления будут выделяться деньги на грантовую поддержку социально значимых проектов. Наверное, ни для кого не секрет, что у нас недавно был запущен спутник Земли, учащимся первого лицея и Центра дополнительного образования под руководством педагога дополнительного образования Неделька Сергея Александровича. Это социально значимый проект, и на его развитие также будут выделяться деньги. Но здесь система будет немножко выстроена в другой мере. Будет конкурсный отбор, в управлении образования будут представляться проекты социально значимые. Мы будем в рамках этих проектов создавать конкурсную комиссию. И те проекты, которые нам будут признаны комиссией значимыми, которые будут действовать на развитие муниципалитета, будут финансироваться из средств местного бюджета. С точки зрения продвижения этого проекта на уровне края или даже региона или Российской Федерации. Деньги будут выделяться на материал-техническую базу, а также на сопровождение педагогов и детей на научно-практические конференции регионального и всероссийского уровней. Если говорить о детях, это Всероссийская Олимпиада школьников в первую очередь. В этом году у нас 85% детей, обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования «Славянский район» приняли участие, принимают участие во Всероссийской Олимпиаде школьников на муниципальном уровне. Сейчас мы проводим региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. И вот те дети, которые покажут высокие результаты на уровне региона, естественно, будут награждены премией главы муниципального образования «Славянский район». В денежном эквиваленте от 2 до 10 тысяч рублей в зависимости от уровня занятой победы. Педагоги, которые подготовили детей для выхода на регион и на федерацию в рамках Всероссийской Олимпиады школьников, также будут награждены премией главы. Также конкурсы, которые носят социально значимый характер, такие как Эврика, Леонардо, многие другие творческие конкурсы, которые проводятся Министерством просвещения и Министерством образования и науки Краснодарского края. Также дети, которые занимают первые и вторые места, третьи в том числе, будут награждены премией главы муниципального образования «Славянский район». Сейчас уже в бюджете на 2022 год денежные средства утверждены. Это 1,2 млн на данном этапе. Нам пока этих денег достаточно. В условиях пандемии чуть меньше стало конкурсов, но это не мешает нам показывать высокие результаты. Сейчас мы разрабатываем положение. Положение будет утверждено уже буквально до 25 января. И первую премию мы будем вручать уже учителям года, которые заслужили свои награды на уровне муниципальном и будут представлять район в рамках региона 27 и 28 января. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...